В Магадане продолжается приемка школ к новому учебному году. Комиссия будет работать до 18 августа. Это не только сотрудники Департамента образования, но и представители пожарного надзора, отдела охраны здоровья и силовые структуры. Специалисты, каждый в своей области, оценивают готовность организации к началу учебного года, состояние кабинетов, медицинских классов, пищеблоков и многое другое. Конечно, соблюдение санитаргенических требований, готовности школы к новому учебному году, наличие мебели, причем мебель должна быть хорошего качества, поставка учебников, потому что образовательный процесс без этого тоже невозможен. Ну и все, что касается санитаргенических требований в условиях сложной ситуации, по свидетельности, 1 сентября тоже будут у нас достаточно сложным периодом, мало чем будут отличаться от прошлого года, поэтому все составляющие должны находиться и быть в наличии учреждения. Комиссия проверила более 70% образовательных учреждений. Всего в областном центре 20 школ. В этом году в первые классы пойдут более 1100 детей. Коллективы готовятся принять учеников, преподаватели разрабатывают рабочие программы. Вчера прошли ежегодные парашютные прыжки, приуроченные ко дню воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли участие волонтерская рота боевого братства и клуб наследия при поддержке магаданского парашютного клуба. Идеально, если такое событие пройдет именно 2 августа. Однако в этот день погода в Магадане не подходила для прыжков. Зачастую именно военные вспоминают былые времена и достойно отмечают праздник прыжком с парашюта. Но вчера прыгали и просто ребята, которые хотят ощутить адреналин. Прыгают как ветераны. Ну, упорт наш – это основной на молодежь. Подрастающее наше поколение прививаем к парашютному спорту. Естественно, прививаем их любовь к небу, к парашюту, к службе в армии. Надеемся, что в будущем кто-то из них будет служить в элитных воздушно-десантных войсках и с честью защищать нашу Родину. Магаданская областная организация ветеранов боевое братство с 2015 года дает возможность отточить навыки опытным парашютистам, а также дарит новые незабываемые эмоции и воспоминания новичкам. Для многих из них это возможность выразить уважение к тем, для кого прыжок с парашютом не подвиг, а лишь малая боевая задача. Однако нельзя просто сесть в самолет и прыгнуть. Для начала нужно будет пройти небольшое обучение, сдать экзамен и только после этого у всех желающих появится возможность сделать шаг и ощутить прекрасный момент полета. Изначально все проходят теоретическую подготовку, изучают возможные ситуации, как с ними действовать, пробуют выпрыгивать с самолета, висят в подвесной системе. Это все на протяжении нескольких дней, после этого всех допускают только к экзамену и после экзамена уже допускают на прыжки основные. Перед самим прыжком еще также проходит наземная подготовка, где все это повторяют, рассказывают, ну так, чтобы убедиться во всем. В этот день в прыжках участвовало около 30 любителей острых ощущений и среди них 6 новичков, которым также удалось побывать в свободном полете. Более этого, некоторые парашютисты сразу после приземления с радостью поделились своими эмоциями с вечерним Магаданом. Ну что? Хорошо, нормально. Правда не повезло, что ты здесь где-то. Обидно. Как тебе эмоции? Офигенно. Я еще хочу. Понятно? Да, не поваливайся. Это мой второй прыжок. В отличие от первого, со второго уже страшнее, так как ты уже понимаешь сверху, когда ты находишься, что находится внизу и куда ты прыгаешь. Первый раз у тебя все мутно, ты не понимаешь. А первый раз уже как бы пободрее и все тряслось. А еще же перерыв был у нас долгий из-за карантина. Два года не прыгали. И как бы все уже забылось. И когда уже, точнее, сели на самолет, полетели, то воспоминания хлынули. И снова этот адреналин пошел. Субтитры подогнал «Симон» Мэрия Магадана уже в шестой раз проводит конкурс «Северное соцветие». Его цель – приобщить жителей областного центра к озеленению города. С каждым годом конкурсанты все больше тренируют свои навыки ландшафтного дизайна. Магаданцы даже привозят растения из других регионов. Многие из них хорошо приживаются, например, акация, пионы. Кроме того, высаживают и деревья. В одном из дворов растет яблоня. В «Северном соцветии» участвуют не только жители города, но и организации. Членов жюри не перестают удивлять. Количество заявок в этом году было 24. В прошлом году было количество заявок 27. Но это не значит, что каким-то образом конкурс стал отличаться от конкурса прошлых лет. Наоборот, участники нас постоянно чем-то удивляют. В этом году, например, мы очень сильно удивились, когда одна участница расписала картины в собственном подъезде, украсила свою придворовую территорию вот этими чудесными картинами. Каждый раз, каждый год нас чем-то удивляют наши участники. Каждый раз, каждый раз, каждый раз, каждый раз. Магаданцы для украшения своего двора используют не только цветы, но и разные декоративные материалы. Кормушки для птиц, скамейки, светильники, природный камень. Как отмечают члены жюри, чаще всего выращивают петунии, бархатцы, лилии. С 30 августа по 29 октября специалисты определят и наградят победителей «Северного соцветия-2021». Магаданцы для украшения своего двора используют не только цветы, но и разные декоративные материалы. Для воспитанников санатория «Мир» организовали спортивно-развлекательную программу у Муниципального центра культуры «День друзей». Ребята смогли поучаствовать в эстафете, конкурсах, а также поиграть и порисовать на асфальте. Цель таких мероприятий – развитие у ребят навыки, коммуникации и умение работать в команде. «Хорошее, тут красиво, интересно, игры всякие замечательные, и все здесь хорошо. Мне больше понравилось всего перепрыгивать через болото, рисовать смайлики мне понравилось. Мне все понравилось. Мне нравится очень сильно, очень весело». Редактор субтитров А.Семкин